Психологическое здоровье является синонимом зрелости, а зрелость рождается из ответственности. Невозможно быть психически или эмоционально здоровым, если вы безответственны. Зрелые люди понимают великую истину – жизнь трудна. Принимая этот факт о жизни, эмоционально зрелые люди учатся справляться со своими страхами, проблемами, трудностями. Они знают, что все не всегда складывается так, как они того желают, и что мир не будет крутиться вокруг них, чтобы сделать их счастливее. Эмоционально зрелые люди знают, что любые изменения должны происходить внутри них, и что именно внутри них развиваются все успехи и неудачи. В нашем мире зрелостью принято считать сочетание возраста и опыта, но эмоциональная зрелость – это совсем другое. Если вы умеете управлять своими эмоциями, дисциплинированы и терпеливы – это и есть признак эмоциональной зрелости. Но что делать, если вы не умеете управлять собой своими эмоциями? Для начала давайте разберемся, как проявляется эмоциональная незрелость. Итак, эмоционально незрелый человек не берет на себя ответственность, навешивает ярлыки, обвиняет всех вокруг в своих проблемах, часто вводит окружающих в заблуждение и прибегает к обману. Такому человеку свойственен нарциссизм, желание быть в центре внимания, пассивно-агрессивное поведение и импульсивность. Если вы нашли себя во многих вышеперечисленных пунктах, предлагаю рассмотреть спозобы, которые приведут вас к эмоциональной зрелости. Обратите внимание внутрь себя. Отмечайте ситуации и обращайте внимание на сферы жизни, в которых возникают наибольшие эмоциональные сложности. Это может быть трудным шагом, однако он позволит прекратить реагировать на проблемы как ребенок. Какие моменты вы начинаете вести себя незрело? Вполне вероятно, что вы справляетесь со многими трудностями, но в определенных ситуациях происходит что-то не то. И вы это чувствуете, понимаете, но не знаете, что с этим сделать. Знакомо? Выясните, почему так случается и где находится тот самый триггер, который запускает цепную реакцию. Необходимо познать себя и проанализировать свою личность на глубинном уровне. Замените триггеры. Вам нужно заменить триггеры, которые запускают ту самую цепочку, после которой вы ведете себя совершенно незрело. Ответьте на вопросы, в какие моменты вы тут же занимаете оборонительную позицию, почему, чего вы боитесь. Обратите внимание на те ситуации, которые вызывают у вас наибольшую эмоциональную реакцию. Возможно, люди говорят или делают что-то особенное, или, возможно, это какая-то определенная ситуация. Множество ответов находится в детстве. Триггеры могут запускать не только родители, но и школьное окружение, друзья и так далее. Проанализируйте свой опыт, выясните, откуда у вас те или иные реакции. Это поможет увидеть корень проблем. Старые раны будут беспокоить вас всю жизнь, если за них не взяться с умом и не проработать как следует, чтобы навсегда оставить их в прошлом и двигаться дальше. Примите реальность. Реальность кусается, это факт. Но это не означает, что от нее надо бежать. Так вы нахватаетесь еще больше тех самых триггеров. Да, я согласна, некомфортно учиться, справляться с трудностями и проблемами, разочарованиями и изменениями, это действительно сложность. И реальность принять еще сложнее. Но жизнь полна проблем. Принятие этого позволяет зрелым людям сохранить спокойствие и яснее мыслить в более трудные моменты жизни. Люди, обладающие эмоциональной зрелостью, понимают, что жизненные трудности – это та грань, которая отделяет успех от неудачи. И это, конечно же, касается не только карьеры, а в целом любого вашего взаимодействия с миром. Проблемы требуют от нас мужества и мудрости. Только благодаря способности спокойно и смело преодолевать трудности, эмоционально зрелые люди развивают чувство доверия к себе и к жизни. Научитесь брать на себя ответственность. Я считаю, что это самый главный пункт. Эмоциональная зрелость означает, что вы берете на себя полную ответственность за все, что происходит в вашей жизни, хорошее это или плохое. Вы всегда можете решить, как будете реагировать на ту или иную ситуацию. Это и есть личная ответственность. Не все ситуации можно исправить. Не все проблемы можно решить. Задайтесь вопросом, на какие ситуации и проблемы вы реагируете автоматически негативно и почему. Вы закрываетесь от этих эмоций? Что вы чувствуете в этот момент? И что готовы предпринять, чтобы реагировать на это более здраво и чувствовать себя лучше? Зрелые люди живут успешной жизнью, потому что не тратят время, чтобы обвинять других в своих проблемах. Они знают, что их судьба лежит в пределах их собственного выбора и ответственности за этот выбор. Здоровый позитивный настрой. Что я имею в виду, говоря про здоровый позитивный настрой? Это не когда вы прячетесь за позитивным мышлением в попытках избежать ответственности или принятия чего-либо. Это когда вы, несмотря ни на что, сохраняете позитивный настрой, принимаете ситуацию со всех сторон и беретесь за дело, даже если это слишком трудно. Позитивный настрой естественный для эмоционально зрелого человека. Такие люди знают, что при достаточном усердии, терпении и настойчивости все получится. Такой подход позволяет оставаться в гармонии с собой и другими, потому что позволяет сделать каждую ситуацию беспроигрышной, найдя в ней плюс и возможность для личностного роста. Наблюдайте, а не реагируйте на незрелость других людей. Итак, два ключевых элемента развития эмоциональной зрелости. Понимание и проработка собственных эмоций, а также способность справляться с различными уровнями эмоциональной зрелости, которые проявляют окружающие вас люди. Поэтому важно оставаться в присутствии и наблюдать за поведением, а не реагировать на него. Для этого вам потребуется самодисциплина. Она позволит удержать эмоции и не даст им выйти из-под контроля. И последний совет. Фокусируйтесь на чем-то большем, чем вы сами. Вы не сможете стать эмоционально зрелым, если будете думать лишь о себе. Фокусируйтесь на сострадании, дружелюбии, доброте и служении. Думать о других людях и помогать им – отличный способ борьбы со стрессом. Вам даже не придется спасать мир. Достаточно лишь обращать внимание на тех, кто находится рядом. Подводя итог. Короче говоря, эмоциональная зрелость – это выбор каждого. Вы можете жить, как эмоционально зрелый человек. Достаточно взять на себя ответственность и понять, что ваши проблемы только ваши. В них не виновата ваша мать, экология или президент. Только вы управляете своей судьбой. На этом наше видео подходит к концу. Я благодарна каждому, кто его посмотрел. Надеюсь, вышеизложенная информация была для вас полезной. Если это так, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok